Сцена, она же сплачивает очень сильно. Она сокращает эту дистанцию максимально. Моментально чувствуется, когда тебе снисхождение к тебе проявили, или когда просто дрожь, мурашки по телу. Люди с инвалидностью все давно про себя знают. Общество не всегда готово к переменам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя задача – создавать прецедент. Вот так я для себя решила. То есть я не строитель, не законодатель, я не настроена спасать мир. Но направить вектор внимания – это я могу. И объединить людей вокруг общей идеи – это я могу. Это, скорее всего, у меня встроенная опция, и этим я активно пользуюсь. Ольга Отрохова – руководитель семейного инклюзивного театра «Нить». Организатор одноименного фестиваля инклюзивного творчества – вокалистка ансамбля «Кристалл Войс». Она всегда готова к познанию чего-то нового. К тому же учит и своих юных артистов. Если уж играть на сцене, то с полной отдачей. А если мечтать, то обязательно по-крупному. Я счастливый человек. Я очень везучий человек на самом деле. Потому что я встречаю таких классных людей, руководителей, да просто мамочек, на которых я смотрю и до сих пор обалдеваю. Думаю, господи, ну откуда она берет силы? Ну это же здорово – восхищаться своим окружением, учиться у них. Как я стала режиссером, я выучилась на режиссера. Режиссером массовых театрализованных представлений. Ну а потом, после декрета, просто возникло предложение заниматься особенным театром. Я вела театр для детей, инвалидов и их родителей где-то 3,5 года. Потом на основе этого театра создала семейный театр «Нити». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз, два, а надо хвоточек взять друг с друга. Три, четыре, на меня смотрим. Правая, левая, поворот через правая. Ограничений нет никаких абсолютно. Можно брать любой материал, точно так же, как, я не знаю, любой режиссер. Он же адаптирует материал на свою труппу, на свой актерский ансамбль. Единственное, что есть, конечно, момент такой. В большинстве своем ребятишки к нам приходят, ну, я так называю, неговорящие. Либо плохо, ну, не плохо, а с особенностями в речи. Родители, конечно, их понимают. Вот я в процессе общения начинаю их понимать. Ну, мы же смотрим на зрителя. Мы же прежде всего делаем это для него. И вот тут на помощь приходят средства выразительности. Это может быть теневой театр. Это может быть подзвучка, а отдельно записан прописанный голос. Это может быть даже шумовой оркестр какой-то. Ты? Кто? Такая. Я не знаю, кто такая. Я знаю, где мне больше всего не умы. Ты когда-то просклась? С тем более столько раз меня ушло, теперь не знаю, кто я. Что ты выдумываешь? Ты в своем уме. А может быть идти в субборио? Видите ли я? Не вижу. Вы, конечно, с этим еще не сталкивались. Мы потом придется превращаться в кукол. Ведь этого не избежать. А потом, бабушка, вам нужно ухать на субборио. Сказка об очень смелой девочке, метаморфозе, Алиса. Мы очень долго ее делали. Мы очень ее любим. Вот она как раз таки и получилась очень нарядной и очень красочной. У нас был даже там цирковой момент. У нас Алиса падала кроличью нору, которая была сделана в виде циркового круга, в который мы убирали его, и появлялась уже другая Алиса оттуда. Очень хорошо ребята, кстати, раскрылись на безумном чаепитии. Мы очень много времени на это потратили, я признаюсь. И будем еще тратить, потому что специфика памяти. Работает кратковременная память. А это ребята, почему их называют счастливыми? Ну потому что они живут в моменте. У них нету вчера. И где-то горизонт планирования в ближайшие два часа. Мы не находимся в ежедневном тренинге, в ежедневной работе. Допустим, мы встретились через неделю, а у нас идет какой-то текущий другой момент. И Алису мы в следующий раз вспомнили через месяц. Но это надо просто принять как данность, что я прихожу и я вижу все заново. Можно начинать все заново. Вот смотрите, какая задача. Здесь темно... Black. Да? Полный. Полный Black. Заходят два очаровательных ангела. Зажигают светильник ваня. На центре. Заходите. Светильник стоит посередине, уже быстрее, уже хворостовский поет во все. У нас очень длинные репетиции. Это же привычка должна быть, трудиться. Это же не просто развлекуха. Они выдерживают очень длинные дистанции. Они уже привыкли к этому. Конечно, я уже чувствую по ним, что когда начинается третий час, я могу ни есть, ни пить, ни спать. Когда я в моменте. Чувствую, что они уже сникли. Уже хочется и попить. И вообще, в принципе, тяжело. Мы подстраиваемся, адаптируем график репетиционный, чтобы была возможность отдохнуть. По краю вы идете! По краю! Присели в за... Зажигай уже. Горит? Да горит уже, должно гореть! Все, закрывай под... Нет, закрой лучше ее. Вот здесь подымаешь. Подымай. Теперь, Ваня, смотри назад, замечай, оглядывайся. На площадке я бываю очень суровым руководителем. Я подозреваю, что можно делать по-другому. Я тоже расту. И тоже воспитываю себя. Иногда это необходимо. Иногда я вижу, что для того, чтобы все-таки сконцентрировать внимание и все-таки придать ту же самую серьезность обстановке. Мне бы хотелось, чтобы они дома занимались. Мне бы хотелось, чтобы они думали наперед о своем костюме, о своей роли, вообще о того, куда они заходят, откуда они выходят. Вот эти вот моменты такие чисто режимные. И тут, конечно, приходится заниматься такой прямо муштрой. Конкретно муштрой. Ну, моим детям достается больше от меня. Но они не всегда меня воспринимают как руководителя. Это отдельная проблема. Смотри, в зал. В зал, в зал, в зал. И побежали. Помнишь, кому-то? Беги. Одно оживляй. Вот. Нет, нет, нет. К ней подходи, освети. Ну, не в нос. Вот вокруг. Да, да, да. Смотри. И ты ожила. Ты начала существовать. Осветили Машу. Маша на скрипке заиграла. Бегом, бегом, бегом. Туда беги. Осветили вас. Начинай писать. Отходи от него. Видите, как это на дудочке играет. И вы живете, живете все время, пока звучит музыка. Понятно? Я надеюсь, что я все-таки как-то наполняю их жизнь какими-то смыслами, какими-то интересами. И я даже в большей степени чаще всего это делаю для мам. Честно. Честно и откровенно. Я не строю иллюзию, что они пойдут где-то какой-то вот конкретный навык получат. Раз, ага, не говорил 15 лет, а потом пошел мороз и солнце, день чудесный. Нет, конечно. Кто-то перестает бояться шума. Кто-то перестает бояться открытых больших площадок. Это вообще серьезная проблема, если касается устройства аутического спектра. Кто-то большого количества людей перестает бояться. Кто-то начинает раскрываться, кайфовать на сцене. У кого-то объем памяти может быть чуть-чуть стал больше. Потому что, да, там начинали с четырех строчек, а сейчас мы удерживаем аж целых 12-14 строчек. Потихонечку, помаленечку. Каждый возьмет столько, сколько сможет. Мы просто сейчас чисто по голосам разведемся и по репликам. Вы свою помните? Да, да, да. Вы поете основную партию. Я в облака запускаю бумажного змея. Ритм не слышит. Думает змей, будто сам он умеет летать. Кажется. Кажется, змею он небо учатся сумеет. Если удастся ему свою нить оборвать. Я ходила в музыкальную школу номер 9. И я ездила туда на автобусе. Это было большое событие в моей жизни. Мне даже сочинили родители такое стихотворение. Сложили рифму. Какие автобусы можно садиться, а какие нельзя. Я сейчас не вспомню. Но это было бы в такой стихотворной форме, чтобы я ее повторяла как мантру. Чтобы я не уехала куда-то туда. Там надо было ехать порядка 3-4 остановок. И вот я ездила сама. Музыкально-хоровую школу. Я подозреваю, что у мамы была детская мечта. Потому что я даже помню тот момент, когда родители привезли фортепиано. Купили в дом. Я не помню, сколько у меня было лет. Но я помню, что это было какое-то такое воодушевление. Именно в доме. Конечно, я училась с переменным успехом. Если мне нравилась программа, то я ее легко учила. Если нет, то все давалось тяжело. Ну и рутинные такие предметы. Сольфея Джо. Которая мне теперь аукается. Почему? Я сейчас состою в коллективе вокальном, где участники – это все выпускники и выпускницы консерватории. па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Мне понравилась манера исполнения, эту музыку, тот репертуар. И я написала руководителю Ольге Пустынниковой, говорю, так и так вот, я бы хотела попробовать. Мне, говорю, есть кое-какие данные, кое-какие задатки, и партию я держу. Сразу получила ответ, окей, приходите на репетицию. Ну, представляете, я нотную грамоту последний раз читала, допустим, лет 15 назад. И у меня такие флешбеки из прошлого, что такое ноты, то есть очень тяжело. И был такой момент, думаю, да, наверное, Оля, что-то немножечко это не тебе, не по зубам. Но это был и подстегивающий фактор. В этом ансамбле уже второй год. На моей памяти это сейчас будет третий отчетный концерт. Поставь, пожалуйста, Танечка, нам красиво. Чай. Нет, 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 партии красиво. А зачем я репетирую Таню? Возможность быть в таком профессиональном коллективе, это как раз-таки возможность испытывать вот этот баланс, когда ты не идешь не по пути упрощения материала, а наоборот ты тянешься наверх. Если с точки зрения такого популярного, да, то, что заходит зрителю, это классика советского кино, много народной стилизованной музыки, есть блок, и есть классика, ну, например, бах, шутка. Все это акапельно. В среднем 4-5 голосов. Я никогда этого не делала. В той же музыкальной школе это максимум 2, ну, потом уже в старшем хоре, может быть, там 4. Пусть эта елочка в праздничный час, Каждая иголочкой радует нас, радует нас. Сцена, она же сплачивает очень сильно. Она сокращает эту дистанцию максимально. Я первый концерт, я вышла, я там знала полторы песни, но я вошла в этот концерт, да, мне же ничего не стоило там выходить и так далее. По мере возможностей. Кстати, этой политики я придерживаюсь и в своих коллективах творческих. Я говорю о том, что не обязательно выходить на сцену. Вы можете сидеть в зале, вы можете просто быть, присутствовать. Любой посильный вклад мы замужем. У нас есть девчонки, ну, которые постарше, для которых это вот вечная вот проблема. Действительно ли я там победила в конкурсе? Действительно ли потому, что я вот произвела такой эффект? Или потому, что меня пожалели? Это моментально чувствуется, когда тебе снисхождение к тебе проявили. Или когда просто дрожь, там, мурашки по телу. И все вместе. Ну, прежде всего, конечно, надо закладывать серьезный материал, серьезные смыслы. Как говорила мой мастер курса, она говорит, вот сценарий надо писать, как будто ты в Голливуде. Не важно, что ты в сельском ДК работаешь, а планку надо... Жизнь тебя и так прибьет к земле сама. И потом ребята все равно меняются. Они меняются колоссально. У них меняется культура поведения на сцене. Они уже не могут себе позволить прийти необутыми. В смысле, без сменки. Мы уже не говорим о том, что телефоны надо отключать. Они потому что сами были в той ситуации не раз, когда они еле-еле тянули реплику, и в это время зазвенел телефон. Они были в этой ситуации, и они поняли, каково это. Как это ужасно и бывает иногда просто убийственно. Очень сильно меняются мамы. И очень много ложится на мамины плечи. Переодевание, выходы, репетиции, заучивания, повторения, входы, выходы. Очень много лежит на родителях. А я в первые праздники Рождество Христово. Некоторые товарищи говорят так, ой, ну да, это, конечно, крест родительский. И это вот их, да, вот они их развивают, ходят. Но фестиваль-то зачем вы для них делаете? И вот мне в таких случаях хочется сказать, я для вас делаю этот фестиваль. Для того, чтобы у вас что-то поменялось в сознании. Потому что люди с инвалидностью все давно про себя знают. И все давно про себя приняли. И мамы, как правило, уже все находятся на стадии принятия. Общество, общество не всегда готово к переменам. Поворот подставили. На две линии пошире. На две линии, друг другу помогайте. И сразу вперед, не надо назад прятиться. В цепочку вставайте, да? Все, в цепочку. А теперь давайте сумасшествуем. Что такие изобразие? Вот здесь! Не стоит строить иллюзий о том, что мы вечные. И инвалидность не выбирает бедного человека или богатого. Социальный статус не выбирает. И надо просто для себя принять тот факт, что рано или поздно я буду нуждаться в особой заботе и в особой помощи. Пять лет назад. У меня была серьезная болезнь и достаточно высокий шанс находиться в состоянии глубокой инвалидности. Это было аутоиммунное заболевание. Я утратила двигательные способности свои. Но мне посчастливилось выкарабкаться. Было очень много вложено усилий на мое восстановление. Мне очень повезло с семьей. Вся семья, можно сказать, выдержала такое испытание на прочность. Тяжело бы, я подозреваю, что было тяжело моим родителям в большей степени. Моей маме, которая практически второй раз ей пришлось учить ребенка заново ходить. На тот момент, когда я была в этом состоянии, я в принципе не строила там каких-то планов дальше следующего дня. И говорить о том, что я буду танцевать, что-то буду в профессии, буду кем-то, что я как-то смогу состояться. Вообще, в принципе, об этом речи не велось. Задача была просто а. выжить, б. по максимуму вернуть себе то, что мне было когда-то дано даром. Слава Богу, я пребываю в той прекрасной поре, когда могу выбирать, где работать, с кем работать. По большому счету, выбирать репертуарную политику. Это такое, вообще такое вот ценное состояние сейчас. Оно дорогого стоит. Фестиваль, ну, как я заявила, он становится международным. Есть запрос на то, чтобы он масштабировался. Почему он получился удачно? Потому что скопился потенциал в городе у ребят, у педагогов. То есть хорошие такие, крепкие уже номера интересные были. То есть он прямо родился в нужное время, в нужном месте. Это такой хорошо выношенный ребенок. Но на следующий год он обязательно будет. Может быть, он поменяет формат. Но то, что он будет масштабироваться, это уже факт. Хочется, конечно, свой большой инклюзивный центр, свой театр. Куда могли бы приезжать с других городов, чтобы быть хорошей принимающей площадкой. Чтобы иметь возможность самим выезжать куда-то, расширять границы, иметь хорошую базу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова